В этом видео я сравниваю подставки, устанавливаю крылья, нахожу лишние детали. Всем привет! Меня зовут Даша и я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу сделать обзор на очередную новинку от звезды. Самолет-амфибия B200 ЧАЭС. И, конечно же, сразу после обзора я прервусь за его сборку. Благо, деталей здесь всего лишь 60 штук, так что это будет не так долго. Итак, поехали! Так, давайте посмотрим на мою коробку. Модель у меня не простая, а прокачанная магазином Arma Models. Кстати, в описании будет промо-код, благодаря которому в этом магазине можно получить скидку на заказ. Конечно, в отличие от Шермана, эту модель не так богато прокачали, но все равно есть на что взглянуть. Первое дополнение, которое не влезло в коробку, а было в свои отдельные, это подставка из оргстекла с выгравированным названием самолета. Вот так. А также на ней есть защитная пленка, и все дефекты, это дефекты этой пленки. Так что пусть она подождет своего часа. А теперь давайте взглянем на саму коробку, а точнее на бокс-арт. Бокс-арт выполнен художником Андреем Жерновым, это, я так понимаю, главный художник звезды. На рисунке самолет в окраске МЧС. А также, если посмотреть поближе, то тут есть пасхалки в стиле АВД. Например, пассажир в шапке-ушанке, ну и пилот. И, кстати, помимо бортовых номеров, тут даже есть бортовое имя самолета. Василий Раков. Если присмотреть, то можно увидеть. Интересно. А теперь давайте перевернем. Пример окраски. Звезда, я так понимаю, старается угодить самым начинающим моделистам и упрощает работу с моделью. Давайте откроем коробку. Так, ну и первое, что в коробке нас встречает, это стандартная подставка из пластика от Звезды. В дополнение она выглядит более аккуратно. И ее не надо будет красить. Просто взял и поставил. Так. В сторонку. Так, дальше. Маленький пакетик с окрасочными масками. Кстати, очень приятное дополнение. И оно очень сильно облегчит работу с самолетом. Видите, тут все стекла. Так. Дальше. Также еще две декали. Александр Мамкин. И фигурка. Смоляная фигурка. Очень напоминает нашего министра обороны. Она в 144-м масштабе. Также к этому набору Arma кладет акриловую краску темно-баклажанового цвета для окраски самолета в цвета вооруженных сил. И стандартный клей Ревелл с носиком. И стандартный клей Ревелл с носиком. Такой, но на самом деле чуть поменьше. Итак, дальше посмотрим на стандартную звездовскую комплектацию набора. Давайте сначала взглянем на вкладыш. Тут варианты окраски. Это окраска как раз как нам предлагают сделать Arma Models. И также классическая окраска МЧС. Мне она почему-то ближе. Так, дальше пакетик с декалями и остеклением. Остекление выполнено большим сплошным ледником. Довольно чисто. Ну и декали. Помимо богатой декали для версии МЧС, тут есть еще и, кстати, почти такая же декаль, как и в дополнении. В дополнении она немножко меньше. Наверное, более реалистично. Так, ну и дальше схема. Довольно-таки простая. Деталей немного и всего лишь два листа сборки. Так, на схеме мы можем посмотреть, что звезда нам предлагает сделать два варианта исполнения. Это исполнение в виде версии на стоянке и версии с убранным шасси в полете. Ну и теперь переходим к ледникам. Фюзеляж из двух половин. И надеюсь, шов получится довольно-таки прямым. И без горбинок. Вот. Единственное, мне бы хотелось сделать более глубокую расшивку. Вот. Элементы двигателя, подвеса и днища самолета. Ну и сами крылья. Вот. Какой-то оплойчик. Все. Больше ничего нет. Приступаем к сборке. История сборных моделей B200 не слишком велика. Существует всего несколько моделей от разных производителей. Например, модель в 72-м масштабе существует только одна, от фирмы A-Model. Этот производитель специализируется на самолетах. А вот в 144-м масштабе есть выбор. В 2000-е годы фирма Rus Air впервые выпустила модель такого самолета в этом масштабе. Но только в смоле. И даже сегодня при большем желании можно найти этот набор. В 2013 году легендарный Восточный Экспресс выпустил B200 в пластике. А в этом году уже звезда выпустила набор, который я и сейчас собираю. Данный набор, кстати, был в одном из моих выпусков новостей. Российский B200 – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает ему неоспоримое преимущество в скорости при тушении пожаров. B200 может взять на борт 12 тонн воды. Причем делает он это всего за 15 секунд. Такие возможности недоступны ни одному самолету в мире. С 2003 года B200 используется для борьбы с огненной стихией, как в России, так и за рубежом. Во Франции, в Португалии, Италии, Греции, Индонезии и Израиле. А в этом году российские B200 пришли на помощь Турции. Летающая лодка B200 умеет производить эффект. Впечатляет, когда видишь, как эта громада приземляется на воду и легко глиссирует за считанные секунды, набирает в баке тонны воды. Если для обычного самолета посадка на воду – это экстренный случай, то для самолета-амфибии – это привычный рабочий момент. Не меньший восторг вызывает зрелище, когда B200 раз за разом прицельно обрушивает воду на горящий лес. История B200 началась в 1980-е годы, когда в Таганрогском авиационно-научно-техническом комплексе имени Береева шла работа над противолодочным самолетом-амфибии А-40 «Альбатрос» для военных. Он впервые поднялся в воздух в 1986 году и стал самым крупным реактивным самолетом-амфибии в мире. Параллельно рассматривалась его гражданская модификация, актуальная в период перестройки и расширения конверсии. Однако внушительные размеры и взлетная масса «Альбатроса» в 86 тонн не позволили эффективно его использовать на гражданской службе, и выйти на рынок с таким гигантом было довольно непросто. Так появился новый проект младшего брата «Альбатроса». Новый самолет-амфибия разрабатывался под шифром А-200, который впоследствии трансформировался в знаменитый B200 «Альтаир». Важным решением в судьбе самолета стала идея сделать его многофункциональным, способным в полной мере воспользоваться преимуществами аэрогидродинамической схемы для различных целей. Для упрощения работы в B200 использованы многие успешные решения, найденные при создании А-40. Постройка самолета была организована на Иркутском авиазаводе. Воздух первой опытной B200 поднялся в 1998 году, а первый полет с воды состоялся в 1999 году. В 2001 году самолет получил российский сертификат типа ограниченной категории для противопожарного варианта. В 2003 году получен сертификат типа согласно российским стандартам АП-25 для многоцелевого использования. По характеристикам B200 близок к штурмовикам, но в отличие от боевых самолетов, его водные бомбы исключительно мирные. Важный момент, несмотря на земноводный характер, B200 по своим данным практически ничем не уступает аналогичным сухопутным самолетам. B200 Альтаир вобрал в себя множество инноваций, как отечественного, так и мирового уровня. К примеру, впервые в практике создания гидросамолетов КБ Береева была применена трехканальная электродистанционная система управления, которая обеспечивала высокую маневренность и уверенный пилотаж в экстренных условиях. Еще одно интересное решение – в кабине пилота отказались от штурвалов и установили ручки управления как у истребителя. Летучий корабль КБ имени Береева объединяет в себе элементы воздушного и водного судна. Например, в кабине рубки самолета рядом с авиационными приборами можно увидеть и морское оборудование. А также на борту B200 имеется и настоящий якорь. Силовая установка включает в себя два турбореактивных двухконтурных двигателя D436TP, установленных на пилонах над корневой частью крыла для предотвращения попадения брызг воды при взлете и посадке. Для мировой гидроавиации характерны турбовинтовые системы. B200 же является единственным в мире гражданским самолетом-амфибией с реактивными двигателями. Преимущество реактивного B200 над другими пожарными самолетами – это высокая скорость, позволяющая предотвращать распространение пожара на ранних этапах. Планер самолета частично выполнен из композитов, в первую очередь, конечно же, для борьбы с коррозией – основным врагом любого гидросамолета. В основном же фюзеляж изготовлен из антикоррозийных алюминиево-литьевых сплавов. В отечественном гидросамолетостроении кабина самолета была сделана полностью герметичной по всей длине. B200 может использоваться на аэродромах класса B и водоемах глубиной не менее 2,6 метров. В шторм посадить его на воду не удастся, но при легком волнении в 3 балла и высоте волны до 1,2 метра самолет чувствует себя уверенно. Максимальная высота полета – 8100 метров, максимальная скорость – 700 км в час, перегоночная дальность полета – 3500 км. Забор воды на B200 производится через два откидывающихся уха в днище. Сброс воды может производиться целиком или дозированно из отделений бака. B200 может забрать 12 тонн воды за 15 секунд. Для точного сброса воды пилот должен обладать определенными снайперскими навыками, делать поправку на ветер и тому подобное. Никакой автоматики здесь не предусмотрено. Для спасения людей на водах на фюзеляже самолета открывается большой люк, через который можно не только попасть на борт своим ходом, но и загрузить раненых. Спасательная модификация B200 оснащается четырьмя надувными плотами, при помощи которых можно спасать людей из воды. Мобильный госпиталь на борту позволяет медикам оказывать первую помощь пострадавшим. B200 способен, подобно обычному автонавигатору, запоминать маршрут и автоматически перемещаться между водоемом и очагом пожара. Эта способность очень важна при работе в большом задымлении, когда отсутствуют визуальные ориентиры. Летающая лодка может при незначительном переоборудовании превращаться в поисково-спасательный, грузовой, пассажирский, санитарный или патрульный самолет. При этом основная функция B200 – тушение пожаров – сохраняется. После создания первых моделей КБ имени Бериева продолжили развитие гражданского самолета-амфибии. В 2002 году в небо впервые поднялся модифицированный B200 ЧС – B200ЕСЕ в экспортной версии. Эта модель самолета максимально адаптирована под требования основного заказчика – МЧС – и отличается от базовой рядом деталей. Например, грузовая кабина версии МЧС оборудована двумя местами для наблюдателей, которые через специальные куполообразные иллюминаторы-блистеры могут проводить визуальный мониторинг местности. С 2004 года самолеты B200 участвуют в спасательных операциях и тушении пожаров в России, а также и по всему миру. Летающая лодка уже помогла пожарным во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии и Израиле. А с 16 июня этого года два российских самолета-амфибии несут противопожарную вахту на территории Турции. В 2010 году B200 получил сертификат Европейского агентства по безопасности полетов. Специалисты уверены, что за минувшие 20 лет у B200 не появилось достойных отечественных и зарубежных конкурентов. По ряду летно-технических характеристик российская амфибия до сих пор не имеет аналогов в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот моя модель B200 собрана, впереди ее ждет покраска, так что подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!